Всем привет! В этом видео мы собрали суперпопулярные ошибки, которые делают ну очень многие, причем не начинающие изучать английский, а те, кто изучает его уже достаточно давно. Поэтому давайте проверим в формате теста с ответами, делаешь ли их ты, и разберем, чтобы больше такие ошибки не делать. С вами Вероника и Puzzle English. Итак, поехали! Ошибка 1. Какой предлог ты будешь употреблять в этой ситуации? Я отправила ей это в WhatsApp, я нашел это в интернете, я увидел что-то на YouTube. Какой это будет предлог в английском? Думаешь, in? А вот нет, нет, нет. Это и есть самая популярная ошибка, потому что на самом деле это on, on the Internet, on WhatsApp, on YouTube. Закрепим на примерах. I found this bag on the Internet. Я нашел эту сумку в интернете. I texted her on WhatsApp. Я написал ей в WhatsApp. I watch a lot of videos on YouTube. Я смотрю много видео на YouTube. Отлично, поехали разбирать следующую ошибку. Ошибка 2. Как ты скажешь, она сказала мне? Только не говори, что ты сейчас произнес she said me, потому что вот она и есть эта ошибка. Разбираем. Say может употребляться сам по себе. He always says so. Он всегда так говорит. She said that. Она сказала что. А вот если добавляется кто-то, то есть кому мы что-то говорим, то мы должны добавить to. Например, don't say that to her. Не говори это ей. Or say hi to her. Передавай ей привет. Поэтому если важнее кому ты что-то сказал, то мы чаще используем tell. She told me that. Did she tell you about that? То есть возвращаемся к вопросу. Она сказала мне? Лучше ответить. She told me. Бла-бла-бла. Ошибка 3. И я тоже. Разговорный вариант. То есть как ты согласишься? Как ты скажешь я тоже к следующему предложению? I don't really like pasta. Me too? Ты сейчас сказал me too? Вот она та самая популярная ошибка. А знаешь почему? Потому что когда мы соглашаемся с положительными предложениями, такими как I like coffee, I work on Mondays, это будет как раз me too. Но если речь идет об отрицательных предложениях, таких как, например, I don't eat meat, I don't like pasta, I don't work on Mondays, это уже будет me neither. Потренируемся? Давай, соглашайся со следующими предложениями. I live in Moscow. Me too. I've never been to Paris. Me neither. Да-да-да, Нева делает предложение отрицательным. Подловила тебя? I work every day. Me too. I don't like bugs. Me neither. Закрепили? Отлично! Ошибка 4. Как правильно сказать? I've been in London or I've been to London. Как ты думаешь? Оба варианта верны. Не ожидали, да? Но ошибка именно в том, что употребляются они в абсолютно разных ситуациях. I've been to London. Это вот как раз я был в Лондоне, не бывал в Лондоне, да? То есть, present perfect – пережитый опыт без уточнения времени и деталей. Еще примеры. Have you been to Germany? Ты бывал в Германии? Or I've never been to New York. Я никогда не был в Нью-Йорке. И теперь вернемся к ошибочно употребляемому варианту. I've been in London. Что же это означает? Это значит, что какое-то время назад вы прибыли в Лондон и до сих пор находитесь там. То есть, мы здесь в конце должны добавить как раз продолжительность. Например, Вау, I can't believe I've been in London for 10 years. Я не могу поверить, я в Лондоне уже 10 лет. Интересно, согласна? И последняя ошибка на сегодня. Ошибка I or me. Хотите перестать путать? У меня есть для вас прекрасный лайфхак. Если нам нужен subject, то есть тот, кто совершает действия, кто что-то делает, то I. Например, I like to travel. Мы не можем сказать me like to travel, правда? И давай посмотрим на более сложные предложения, где как раз совершают ошибки. George and I go into the cinema. Что здесь употребим? Это легко проверить. Вы просто уберите George, и вы поймете, что мы не можем сказать me am going to the cinema, да? Только I'm going to the cinema. Поэтому здесь оставляем I. George and I are going to the cinema. Но если нам нужен object, то есть по отношению к кому совершается действие, то me. Can you help me? Не can you help I? И опять возьмем предложение посложнее, где как раз таки допускаются ошибки. She told George and about that. Легко проверить. Опять убираем George и поймем, что мы не можем сказать she told I, только she told me. Просто? Согласны? На этом и закончим наши ошибки на сегодня. Но у нас для вас есть домашнее задание. Как вы скажете, объясни мне, объясните мне. Если вы сейчас подумали explain me, то вы как раз сделали эту очень классную ошибку. Здесь что-то должно быть по-другому. Пишите в комментариях правильный вариант, и мы разберем в следующих видео, и подробно объясним эту ошибку. Спасибо, что сегодня были с нами. Скачивай Puzzle English и совершенствуйся с нами каждый день. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...